Конкурсную комиссию супруги встретили настоящим топленым молоком из русской печи, творогом, сметаной и оладьями. Все сделано своими руками из натуральных продуктов. От одного глотка молока с пенкой невольно возвращаешься в детство. Такую вкуснотищу можно было отведать только в деревне. Нина Константиновна и Николай Николаевич Горбовские живут на окраине Красавина. Считай городские жители, а хозяйство по-настоящему сельское. Первыми подопечными молодой семьи Горбовских были поросята. Затем приобрели телочку. Дальше больше. В скором времени в подворье Нины Константиновны и Николая Николаевича насчитывалось несколько голов крупного рогатого скота. Сегодня в хозяйстве ветеранов 4 коровы и трое телят. В день удается надоить больше 80 литров молока. Помогают труженикам села сын с семьей. Чтобы прокормить всех своих подопечных и членов семьи, Горбовские садят большой огород. Свеклу, морковь, картофель, кабачки, перцы, помидоры, огурцы и многое другое. За вкусным молоком к Нине Константиновне ходит все Красавина. Молоко, кто берет, разносят, кто просит, даем. Себе вот остается много. Творок говорю, творок разбирает. Мясо тоже почти не продаю, только себе. У нас три семьи. Теперь вот внук женился у его семьи, дочь живет с семьей на железнодорожной. Я всем разделю. На вопрос, как хватает сил на ведение большого хозяйства, Нина Константиновна лишь смеется. И правда, разве можно такое спрашивать, когда труд у этих людей в крови. И лениться в этой семье никто не умеет. Их день начинается с восходом солнца и заканчиваться далеко за полночь. Как сил хватает. Вот так и ходим хватает сил. Другой раз устала, но все равно надо идти. Надо идти их кормить, обрежать. Супруг активно помогает. Воду греет, только у плиты бегает. Или морально поддерживает. Только воду греет. Для повара. Для повара. Для повара. Воду греет только. А корма заваривает. Несмотря на каждодневный физический труд с коровами и выращиванием урожая, Нина Константиновна находит время для души, превращая территорию вокруг дома в большой цветущий сад. Какой только красоты здесь не встретишь. Пользуясь случаем, надо мне продать корову. Четыре утела. Утелится в марте. Пятый утел будет в марте. Ну, так дает много. Приезжайте и покупайте. Приезжайте и смотрите. Визит у гостей Горбовские очень рады. С гордостью показали свое хозяйство. Рассказали, чем кормят коров и телят. Где заготавливают сено. И даже не поленились, сходили в поле. А там, среди сочных трав, на берегу реки пасутся их подопечные. Впитывая всю прелесть солнечного летнего дня в невероятно вкусное молоко. Оксана Митинева, Антон Карев, телеканал Русский Север.